Всем привет, с вами Голодный, и мы продолжаем играть в Dark Souls 3. Итак, в прошлой серии я немножко тут кое-чего пропустил, а именно сундук, мне подсказали. Вот он находится здесь, слева от того места, где мы взяли жест Путь Дракона, и... Это Титанитовая Чешуя. Также мне намекнули, что я пропустил пепел в храме, но... Давайте проверим, на самом деле, так ли это. Этот пепел должен был быть здесь, пепел Йоаля, Пилигрима. Но, так как я полноценно выполняю его квест, то есть я взял 5 черных меток, и у меня в храме появилась Юрия, то этого пепла здесь нет. Но вы у себя можете проверить, возможно у вас он будет. Итак, у меня 63 тысячи душ, и можно что-нибудь прикупить, давайте посмотрим. Давайте купим немного золотой смолы. Прелой смолы. И немного угольной смолы. 56 тысяч душ, можно потратить их на прокачку. Возьмем немного жизни. Итого мне надо еще 7 тысяч. Блин, опять я забыл у бабки проверить. Не ожидал я, что эти души дают по десятке, но ладно. Пусть 12 тысяч болтается у нас за пазухой. В комментариях меня попросили поставить сет Арториуса, и вот он, пожалуйста. К вашим услугам. А мы тем временем отправляемся исследовать замок Лодрика. Последняя серия по Dark Souls 3 вышла уже достаточно давно. И это, конечно, большой минус для меня. Но в последнее время мне очень трудно себя заставить записывать Dark Souls 3. И никак не могу собраться. На самом деле, ребят, вы уж меня извините, но если я чувствую, что у меня нет сил записывать Dark Souls, то я не берусь за это дело. Итак, замок Лодрика. Здесь полно рыцарей и вот этих вот клириков, которые вон ходят сзади с этими, как с канделябрами своими. Они лечат. Причем лечат очень неслабо. Поэтому давайте выманим этого парня, но он, зараза, не хочет выманиваться. Да, он, похоже, не запрограммирован, чтобы пройти этот проем. Ну что ж. Тогда сделаем по-другому парень. Да, у меня сегодня рапира. Возможно, не лучший вариант против рыцарей. Ну, бей ты его. Не могу залезть к нему взад. Точнее, подойти к нему сзади. Окей. Окей. Черт. Вот это плохо. Эта сволочь нас увидела. И она его вылечила. Ох. Что ж, придется тебя убить за это. Соберись, тряпка. Да, если так дело пойдет дальше, то лучше выключить игру. Итак, мы находимся в зале. Похоже, этот зал использовался как для погребения рыцаря Лотрика. Душа удрученного рыцаря. Душа удрученного рыцаря. Так, ну это был только один, а их здесь... А их здесь очень много. Так, я знаю, что ты сделал. Я знаю, что ты сделал прошлым летом. Ну, опять я не успел. Что б тебе... Там, по-моему, где-то прогуливается второй, да? Так, надо отвезти его. На самом деле у меня есть интересная пиромантия. Давайте попробуем, сработает ли она на рыцарей. Да, она работает. Надо было с этого и начинать. Давай, парень. Дерись за меня. Дерись за мою честь. Черт, кажется, мой рыцарь проигрывает. Давай. Мда. Слабоват. Так, блин. Не достал, что ли? Окей. Тихо, тихо, парень. Да ты, блин, шустренький. Все, ты мой. Извини, но мне придется тебя убить. Я как раз сделал эту пиромантию для того, чтобы облегчить себе жизнь и совсем забыл про нее. Да, первый же рыцарь надрал мне жопу, причем... Капитально. Костер. Еще один алтарь с мечом. Отдыхать пока не будем, потому что нам не нужно, чтобы наши друзья опять к нам присоединились. Оу! Зачем я упал? Не нужно было это делать. Ну ладно, здесь все мертвы, поэтому быстренько оббежим все это дело. То есть, если у вас возникают проблемы с этими рыцарями, то гармония, пиромантия гармония вам должна помочь. Но по требованиям она не слабенькая. Сейчас посмотрим, что она требует. Она требует 15 интеллекта. И как раз 15 у меня есть. Да, 15 такая центральная цифра, потому что именно 15 требует многие заклинания пиромантии. Огромный камин, но здесь ничего, никаких секретов. Капюшон молитвы, мантия молитвы, юбка молитвы. Капюшон принца Лотрика. Принца, которому суждено было стать повелителем пепла, растили в королевской семье, несмотря на то, что он родился больным, слабым и сморщенным младенцем. Его пеленальная одежда стала атрибутом древних молитв, а сам он никогда не носил ничего другого. Достаточно много лора в этом предмете. Принц Лотрик, которому суждено было стать повелителем пепла. Но стал ли он этим повелителем пепла? Так, я думаю, что остальные части имеют подобное описание, но давайте проверим. Да, то же самое имеется описание. Так, посмотрел. Сволочь. И сюда. Бломок титанита всего один. Кто там стреляет, а? Ты что ли? Так, туда мы сейчас ходим. Так, давайте разберемся с арбалетчиком. Да, небо у нас покраснело и солнце затмило нечто черное. Да, у рапиры есть один минус. С рапирой нельзя пинать. Так, сходим сначала сюда. Здесь нас поджидает один здоровенький парень. У нас есть для него пиромантия. Я успел, но слишком поздно. Толстячок. Да, я пощекочу твое пузико. Да, это не совсем честно с моей стороны, но я сегодня хочу поиграть на расслабоне. Топоры крылатого рыцаря. Ну, давайте почитаем. Парные топоры крылатых рыцарей, присягнувших ангелам. Эти топоры больше подошли бы палачам, чем рыцарям. Они предназначены, чтобы рубить головы. Ангелам. Каким еще к черту ангелам? Ни одного ангела мы еще не видели. И вряд ли увидим. Здесь, здесь, здесь. Где-то есть иллюзорная стена. Это я еще помню. На самом деле, я очень плохо помню замок Лотрика. Давно это было, давно я его проходил. Итак, сет крылатого рыцаря. И... Священный цветок. Элегантное название для щита. Священный цветок. Древнее сокровище Белого Пути. Который некоторые называют чарядейской погибелью. Украшающий щит огромный цветок, говорят, является символом священного пламени. Наложившего на щит благословения магической защиты. Да, защита от магии 81. Белый Путь это название секты клириков из первого Dark Souls. И давайте еще почитаем сет крылатого рыцаря. Шлем крылатого рыцаря, броня какую носит крылатый рыцарь и присягнувший ангелам. Поклонение божественным посланникам расценивалось как ересь Лотрики и не признавалось тремя столпами. Полагают, что поэтому Гертруда, небесная дочь, была заперта в роскошной камере в Великом Архиве. Гертруда, небесная дочь, скорее всего даже дочь Гвинивер. Да, мы найдем эту камеру Гертруды, но саму Гертруду мы там, к сожалению, не найдем. Ну и остальные части сета имеют такое же описание. Крыша. Но здесь, похоже, ничего. Отсюда мы можем быстро спуститься вниз. И мы так и поступим. Итак, у меня не осталось пиромантии, чтобы еще раз применить свое хитрое оружие. Надо было побольше взять синих бутылочек, конечно. Ломок титанита не может не радовать. Парни решили меня окружить, но слишком слабоваты они. Итак, вот эти вот существа летающие. По-моему, они называются бабочками-пилигримами. Сверху на меня сейчас в данный момент кидают талисманы Лойда, чтобы я не мог лечиться. И вообще вот это место очень хреновое. Лучше отбежать и разобраться с этим парнем с топором немножко подальше. Да блин! Что-то с камерой с моей стало. Полечился и тут же получил по голове. Парнем с большими топориками. Парень, который кидает талисманы Лойда, находится наверху. Туда мы пока попасть не можем. Но, в принципе, мы можем собрать другие предметы. Если будем осторожными болением... Эта сволочь все-таки наложила на меня руки. Теперь парень тоже лечиться не сможет. Хотя нет, на него не действует. Да, он и так не мог лечиться. Что-то там не дал. Большой осколок. Нет. Мне интересно. Душа. Я надеялся, что будет обломок. Здесь обломок. Еще щитом прикрывается. Так, у меня так бутылка сейчас закончится. Надо бы как-то добраться до костра. Такое ощущение, что они опалены. Кругом тела рыцаря Лотрика. Похоже, здесь был какой-то бой. И вот он, наш драгоценный костер. Сюда мы пока попасть тоже наверх не можем. Немножко позже мы туда попадем. К этому парню, который кидает на нас талисманы, тоже немножко попозже мы попадем. Но давайте сейчас зажгем костер. В храм огня я пока не пойду. Немножко пошастаю еще здесь. Кругом трупы и разруха. Здесь два пути наверх. Держит фальштоки с флагами. И один из них преклонился над своим мертвым товарищем из карбита. И этот засранец с красными глазами. Еще и с здоровым щитом. Блин. Может нахрен превратить его в своего и не мучиться. Большой осколок. Большая пика. Тяжелая пика с удлиненным древком, изначально применявшаяся на рыцарских турнирах, предназначена для натиска. Чтобы справиться с пикой, пешему солдату требуется невероятная сила и ловкость. Огромный замок. От кого они защищались и с кем они бились? Хороший вопрос. Но я догадываюсь с кем они бились и от кого они защищались. И даже, наверное, вам сейчас заспойлерю. Дело в том, что Лотрик, Лотрик, принц Лотрик, не желал возжигать первое пламя. И сидит на своем троне и смотрит как угасает солнце. Лотрик. И рыцари Лотрика должны были защищать своего принца до последнего. И скорее всего, они защищались от тех, кто хотел заставить Лотрика все-таки возжечь свое пламя и выполнить свой долг. К тому же Лотрик защищает, похоже, не только его рыцари, а и драконы. И сейчас будет очень унылая часть. Дело в том, что нужно долбить этих драконов из лука, например. Чтобы они не мешали вашему проходу. Есть большой лук Драконоборца. Давайте попробуем пострелять из него. И громовые стрелы Драконоборца. Так выглядит этот лук. Кого убивать, беленького, либо желтенького? Дело в том, что когда мы убьем одного, второй тоже умрет. Эдакие Ромео Джульетта. 138. Ну, в общем, ребята, вы понимаете, что это утомительное занятие. И все включать это в запись нет никакого смысла. Поэтому я перемотаю этот момент. Да, единственный косяк это то, что я не набрал стрел. Ну, будем надеяться, что нам хватит. Да, обычная стрела, допустим, отравленная сносит 105. То есть, охотенный лук Драконоборца и вроде как... С молниями, но... Что-то не особо он эффективен против драконов. У меня получилось его отравить. На него все-таки наложилось отравление. И, по идее, я теперь могу даже в него не стрелять. Единственное, что демейдж очень мизерный. Всего лишь 7 единиц в секунду. Давайте поставим лук Грозы Они. Попробуем с него пальнуть. Яд все еще действует. Не совсем понятно, сколько я снимаю. Полторы тысячи, тысяча шестьсот. Ну, тоже где-то сто шестьдесят. Прикольно стреляет. Ну, все, давай, умирай. Хватит уже. Все. И тут же умирает второй. Классный лук. Поставим пока нашу тяготану. Ну, что ж, вперед, вперед, вперед из песни. Так, здесь можно упасть и... Здесь, на самом деле, очень много различных проходов и многое можно здесь пропустить. Можно упасть вот на этот парапет. И там будет пепел. Ну, давайте сначала немножко прогуляемся поверху. Мертвая виверна. Урна молнии. А теперь нам ничего не угрожает. Можно спокойненько все собрать. Уголь. Изысканный самоцвет. Барахла здесь очень много. Еще один уголь. Врата пока заперты. Там наверху лежат еще вещи, там где виверна. Туда мы попадем немножко позже. Я о раздумьях. Так, сюда мы пойдем тоже позже. Давайте пойдем сначала сюда, налево. Так будет, наверное, правильно. Так, здесь у нас ничего. Здесь нужно быть осторожным. Звуки страшные такие. Так, очередной говнюк, который кинул у меня талисман Ллойда и попал, блин. Ну вот, пока я замахивался своей катаночкой. Еще один самоцвет, только грубый. Так, здесь можно спуститься вниз. И там нас ждет не совсем приветливый друг. Но с ним придется сразиться. Старый знакомый рыцарь из Холодной долины. Такого одного мы уже били. Однажды. Интересно, действует ли на него. Похоже, что не действует. Так, я там еще не замерз. Мне кажется, игра начинает очень жутко подпухать. А я начинаю замерзать. Так, может немножечко отойти, чтобы... Не замерзнуть окончательно. Да пошел вот. Цез своей... Ледяной отрыжкой Ментоса. Блин, так она ровит мне. Показать свое свежее... Пффф! Да, некрасиво с той стороны. Дай сделать заключительный удар, а. Ох, не люблю тебя. Эритильская рапира. Только ради нее я здесь и пыхтел. Ну еще сундучок есть. Щит древа духов. И титанитовая чешуя. А, еще один сундук. Не совсем понятно, мимик это или нет. Нет. Мерцающий титанит. Такой вот... Веселый подвальчик. Эритильская рапира. Очередное достаточно чичерское оружие. А, такие колющие мечи жаловали рыцарям-легионерам Холодной долины. Оружие окутано стужами и вызывает обморожение. Эти рыцари, преследуемые взглядом черных глаз понтифика Саллиона, рано или поздно становятся чудовищами. Так, щит древа духов. Рыцарский щит, украшенный гербом с изображением дерева духов. Один из зачарованных синих щитов. Щит с деревом духов значительно снижает урон от молний. Этот щит может сильно пригодиться в битве со следующим боссом. Так, нужно подкрепиться. Едем дальше. Там стоят несколько рыцарей. Хотел бы я с ними связ. Так. А вы чего расслабляемся-то? Ну-ка, парень. Эээ! 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 Ээээ! 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 Эээээ! Ээээээ! С топориком, однако, поэффективнее был бы. Ээээх. Ээээ! Ээээ! Умрей! Эээ! Эээ! Ну-ка покажи ему Кузькину мать. Делаем ставки, господа. Кто выиграет? Двуручный меч, либо Пика? Хм, Пика выиграл. Большой сколок, большой сколок. И здесь ничего, эту битву вообще не было необязательно проводить, я просто показал. Сюда мы пойдем позже, когда будем брать вот тот предмет сверху. Так, ладно, не торопясь, потихонечку мы исследуем лотрик. Стараемся сильно не перенапрягаться, потихоньку. Начало было нервозным, но сейчас я вроде как даже расслабился. Особенно с такой классной пермантией. Единственное, кто меня может расстроить, так это вот эти твари. Эти твари просто твари. И вот как раз пепел на той стороне, его можно взять, только упав сверху. Здесь очередной обломок. Мне их надо 6 штук. Дело в том, что он тут, у того парня лучше сразу мочить с лука, потому что он также превратится в вот такую же тварь. Поэтому мы сразу поставим лук и прикончим его от греха подальше. Да, только стрел бы мне еще. У меня есть две огненные стрелы, я надеюсь, мне хватит. Попытаемся попасть ему в голову. Чёрт! Фух, я успел. Дерьмо из него не вылезло. Не успела. Так, что делать с тобой, парень? Так, поставим утяготану и... Так, ну, чтобы не бегать туда-сюда, давайте сразу я бегу. Были бы у меня огненные стрелы, я бы его просто тупо расстрелял сверху. Но мне их нет, придется. Неподготовлено я пришел в плане стрел сегодня. Придется своими силами как-то справляться. Так. Тварь. Так, падаем лучше с этой стороны. Чтоб она нас не увидела. Забираем наш пепел. На самом деле, вот... Я даже не помню, есть ли там вообще что-то у него интересное. Может быть и не стоит вообще убивать. Ну ладно, с криками «Ура!» я все-таки попытаюсь это сделать. Две тысячи, неплохо. Фух. Да, удар в падении мне сильно помог. Большой осколок. Ради чего? Ради мерцающего титанита. Ну да. Не густо. Обломок. Так, дайте посмотрим, сколько у меня обломков. Шесть есть. Я могу прокачать свое оружие до... Плюс десяти. Либо исток, либо... Либо катан. Здесь, конечно же, ничего. Да, так просто. Проверяю. Мало ли, а вдруг я что-нибудь опять забуду. Вот здесь явно что-то светится. Урна молний. Странно, что все бочки тут пустые. Могли бы хоть одну наполнить вином. Например. Стоять! А-а-а-а! Я помню тебя. Твою мать, у меня телефон зазвонил. Заткнись. Заткнись, телефон. Чего он не выключается? Подключайся. Меня чуть телефон не подставил. Это западня, ребят. Лучше убить этих воров, а потом... Выйти и зайти и... Забрать эту... Я так и не понял. Кто-то мне говорил, что если выйти и зайти, то... Она вновь появляется, но... Не знаю. Если на костер, то да. А если выйти и зайти в игру, как было раньше в первой части Dark Souls... То... Она, по-моему, здесь так не появляется. Дело в том, что если за ней дальше бежать... Да, там выпадает просто куча воров. Вот они выпали. Со всех сторон. И... Скорее всего, вас даже убьют. Потому что эти воры очень... Быстрые, агрессивные. И они будут вас окружать. И кидать вас кинжалами. Да, один из них торчит у меня в спине. Не стоит эта ящерка того. И вот этот как раз мужик, которого мы видели снизу. Так, мы утащим все. Пойдем отомстим тому парню. А, черт, тут еще один парень. Упс. Мы выберем с тобой более легкий вариант. Уж очень большая у тебя палка, парень. Блин, я не могу на него нацелиться, блин. А он, зараза, меня видит, да? Давай. Давай, Куперфильд, хренов, блин, сквозь стены там бьет. Я попал? Нет, я не попал. Да. Да, фокус не удался, похоже. Так, а где моя... Где моя бухлота? Этот засранец лез. Это хорошо. Иди сюда. Найди себе другую жертву. Ладно, убьем его. Стоять. Толстопус. Не могу ему даже сделать бэкстабом, блин. Такое, что происходит? Вот так вот. Наконец-то. Большой осколок. Ты говнюк кидал тут свои талисманы. Охотничий арбалет. Да, ребят тут появились, потому что мы отдыхали возле костра. Нам бы они нафиг не нужны бы вообще были. Тяжелый дальнобойный арбалет каримских охотников. Длинная ложа затрудняет прицеливание, и для точной стримбы требуется ловкость. Так, ну что, что мы делаем? В принципе, можно отсюда просто тупо свалить в храм огня. Мы тут все собрали. Больше здесь делать нечего, и нам нужно на костер. Наверное, я так и поступлю. Итак, у нас 56 тысяч душ. Я могу прокачать свое оружие до плюс 10. Если хотите легкой жизни со следующим боссом, то прокачайте как раз эритильскую рапиру. Сейчас я, наверное, этим не займусь. Эритильская рапира грейдится мерцающим титанитом, но, учитывая то, что я его вообще не тратил. Да, мне его все равно не хватает. Нужно еще три. Окей, по-моему, мерцающий титанит я уже могу купить. Бабули? Нет, не могу. Окей, не нашел, значит, еще пепел. На самом деле, мерцающий титанита мы еще найдем достаточно. И, скорее всего, ящерка еще давала мерцающий титанит, которую я не стал убивать. Теперь вопрос, что качать? Есть исток, либо утиготану. На самом деле, с истоком будет проще расправляться с боссами. Но с мобами он так себе. Ладно, прокачаем пока утиготану. Давно я уже должен был это сделать. Еще перед гундиром, чемпионом. Но немножко задержался. Давайте возьмем еще один урень. Еще отдадим ей глаза. Пусть они опять будут у нее. Сменим музыкальную тему. Так, 30 жизней. Более чем. Нет, стоп, ребят. Я опять забыл купить стрелы. К сожалению, огненные стрелы она не продает. Надо посмотреть у лоскутика. У нее есть обычные деревянные стрелы, оперенные стрелы, отравленные стрелы, темные стрелы, и стрелы грозы огни. Ладно, купим сначала. Больше 99 стрел я не могу в инвентаре таскать, поэтому купим соточку. Так, оперенных стрел тоже штук. 15. И сгоняем, посмотрим, что у лоскутика есть. Я не знаю, что будет, если ему рассказать, либо не рассказать. Ну, если ему не рассказывать, понятно, что будет. Он... Он не будет с нами торговать. Да, он не будет торговать. Да, я втянул его в эту авантюру. Блин, придется выйти и зайти. А нет, этот засранец все-таки пошел пытаться спасать сера крыса, либо забирать его шмотки. Но... Сколько я не пытался, и народ не пытался понять, можно ли спасти сера крыса в последней уходке, никто его не спас. И лоскутик никак не может помешать его смерти. Ну, ладно. Будем справляться, значит, обычными стрелами. Ну, ладно, продолжаем наше исследование. Итак, там мы все собрали. Налево сходили, мы собрали, прошли под низом, здесь вышли, прошли сверху, там тоже все собрали. И теперь у нас остается, в принципе, только один путь, это сюда направо. Через ворота мы пока пройти не можем. нам нужен... Нам нужно идти в обход. Да. Парни хотят меня спалить живьем. Ты что, охренел, что ли? Оу! Прыгаем нахер. Похоже, здесь очень много горючей жидкости. Хотелось бы мне попасть... Да чтоб вас! Хрена себе! Какая агрессия! Да. Сколько вас тут много любителей коктейля молотого-то, а? Спускайся. На самом деле, по этой лестнице подниматься не рекомендуется. Потому что там... Гниль находится. Человеческая. Черная бомба. Да. Она, кстати, может мне здесь пригодиться. Спок. Так, парни. Я вас немножко обойду. Так, здесь, по-моему, ничего. Ну, тебя. Так, кто еще здесь есть? Так, большой зал. Пока мы туда не хотим. Или хотим? Титанитовая тишинка. Титанитовая тишинка. Титанитовая тишинка. Ну, вас нахрен. Кругом одни засады. Откуда еще в меня кидали? Такое ощущение, что тут... Меня швыряли здесь с трех сторон. Хотя эти метательные ножи они кидают очень быстро. Не спи. Так, тут еще и мимик. Отлично. Бледная смола. Похоже, от чтения у них заболела головушка. Так, давайте немножко расчистим это место. Плацдарм. Для битвы с мимиком. Просыпайся. Ух ты. Какую позу ты принял. Собака. Символ алчности? У меня уже был такой. Второй дали. Коллекционировать буду. Вообще, символ алчности всегда выпадает с последнего мимика. Поэтому и дали. Хотя, вроде как, это и не последний мимик. Или последний. Хрен его знает. Я уже не помню. Может, просто повезло. Так, ладно. Так, мы там все собрали. Осталось разобраться с этими ребятами, которые тут стоят. И он с той тварью, которая там торчит. Так, интересный момент. Так, куда она может достать? Да. Да. Далеко она может достать своей блевотиной, по крайней мере. Так, эти ребята не додумаются меня обойти? Окей. Так. Обойти не додумаются, но в атаку пошли. Молодцы. Это немножко упрощит мне задачу. Так, где наши бомбы? Черные бомбы. Не зря же мне их тут дали. Хотя, мне их, наверное, и не хватит. Плёйся. Своей нефтью. Лови. Да, хватит. Ну что ж, придется. Горешь мой. Блин, да откуда ты взялся? Не мешайся, когда дядьки дерутся. Два обломка титанита, отлично. Два угля. Там можно увидеть предмет, который я еще не собрал. Нужно только обойти с другой стороны. Два обойти с другой стороны. нужно сейчас быстро атаковать ящерку вон та ящерка который не убил когда на меня напарили там воры в принципе можно реабилитироваться и попробовать отсюда ее убить наверняка там будет мерцающий титанит вот эту нужно убивать точно вот мерцающий титанит титанитовая чешуя так ну что ж попробовать провернуть фокус ящеркой блин эти воротам правда воры мне не нравится может что-нибудь не запустить так разбега ты чё такая быстро это чё такая дерзкая два ножа получил один в грудину другой под лопатку так ладно валим отсюда в костер как раз в храм огня так до грейдим то что не до грейдили а и кстати у нас закончились по моему обломки на у нас больше нет больших и если вы надо на стадии хотите заградить еще одно оружие до плюс 10 ну или для куда плюс 5 если это особенное оружие то можно сбегать птичкам и птичек обменять тот самый кусок витого меча да вы конечно потеряете неограниченное количество перемещений но это не так принципиально потому что косточки стоят не так уж и дорого зато вы получаете отличный приз кусок титанита который так просто не найти не купить и всего за одну игру вы можете нам набрать их по моему максимум 7 штук и так что мы там крепили то крепили мы и ретильскую рапиру и для особых типов оружия которым является и ретильская рапира максимальный апгрейд это плюс 5 также ее нельзя затачивать но она уже по умолчанию бьет холодом то есть имеет уже дополнительный эффект и последний пятый уровень чтобы прокачать нужен как раз уже не мерцающий титанита а кусок титанита мувсет у него такой же как и обычной рапиры ничем не отличается возможно в двух руках тоже вряд ли все то же самое уровень у нас стоит 34 нам нужно всего лишь 4000 опять гадать не ходить бабки вот эти небольшие нормально почти попали в принципе не уже это прокачка особо не нужна мне уже достаточно 76 уровень это уже я уже перекачен для того чтобы вообще пройти игру ну да ладно давайте прокачаем немножко силы на серии получится достаточно длинная и но это будет как бы бонус за то что я давно не снимал ну ладно у нас теперь серетильская рапира и мы готовы идти драть задницу боссу пробежать только этих парней парней с коктейлем молотова ох нихрена вас тут их иди ядрен батон пошли вон что за жесткая порка с применением огня ну что ж попробуем пробежать еще разок если не получится то придется тогда их всех крошить тут вы чё такие агрессивные наткнулись вы меня огнем и я вас холодом песен льда и пламени так ну что ж давайте посмотрим что у нас здесь да отличный перформанс статуи держащие свои же головы ну так что ж у нас есть один большой рыцарь с большим большим мечом давайте откроем врата да те самые центральные врата чтоб нам потом ближе бежать боссу и нам нужно сделать что-то с этим рыцарем ну мы уже знаем что с ним можно сделать так я не достал похоже что самое странное что отсюда нет лестницы на спуск я либо ее сломали либо архитектор какой-то извращенец все парень ты наш так какого хрена ты же наш или не наш похоже что ни хрена ты не наш так блин худой тричь попасть не могу на похоже на это очень мария с красными глазами что-то непонятно что с ним происходит похоже он сопротивляется моему колдовству попробуем еще разок похоже похоже до него наконец хрен знает что он вообще творит так ну-ка иди сюда давай быстрее пока моя чудо зелья не закончилось так надо лекаря убить тихо я чуть не пойму кто за кого тут уже вы будете бить друг друга похоже нет похоже его отпустило так ну ладно дручник на самом деле крухнуть то не сложно так как у него нет щита сказал сереже и получил огромным дыном по голове все с него лекарство прошло рапира их как бы перебивает и вот это при помощи этой ледяной рапиры можно расправляться с рыцарями достаточно просто этого парня может было вообще не трогать да по голове ему все-таки один раз прилетел нахрена мне столько больших оскоков титанита я сам не знаю так у нас осталось 9 бутылок так скорее бы уже босс уголь просто уголь это еще одна усыпальня похоже кругом одни могилы саркофаги ну что ж мы приближаемся к их нашему боссу медаль солнца перед этим давайте активируем шорткат хотя этот шорткат достаточно странный да это тот самый лифт который был в самом начале где ходит еще один рыцарь с красными глазами причем подниматься придется очень долго и как мне кажется что лучше бежать от другого костра чем от этого который у танцовщицы поэтому так чисто для галочки я открыл но пользоваться им не буду если я умру на на боссе ну давай скрипит пердит но едет так ну что ж перед тем как идти к боссу на самом деле здесь еще можно много чего сделать ох да чертовы бабочки пилигримы но давайте это сделаем уже в следующей серии а эту серию закончим на победе над этим чертовым доспехом можно призвать Сирис это не обязательно для ее квеста но если она вам присягнула то ее можно здесь пригласить в битве но но это еще не все еще здесь можно призвать еще кое-кого это эйган из карима так же если вы с ним не испортили отношений то здесь его можно будет призвать я даже не знаю давайте их просто раз вы считаете что его нужно призывать этот босс не настолько сложен как гундир хотя тоже может попить крови но он попроще гундира ну я наверное сейчас просто ради прикола их призову обоих здесь еще один лифт но он не активен это еще один шорткат так ладно все таки обследую я немножко местность перед тем как идти к боссу кольцо с красным камнем не имеет никакого лора ребят такое же абсолютно описание как и синим камнем единственное что здесь интересно это вот этот вот эта вещь но это скинет меня в такой зад что я возьму эту вещь потом можно это как раз помните те два рыцаря которые там стоят поджидают меня давайте я возьму эту вещь позже после того как раз сквитаясь с этим боссом этот босс чувствительен к холоду кстати поэтому вот эта рапира ледяная будет как будет кстати ну что ж призываю эйган на самом деле тормоз еще тот он силовик но он такой тормознутый сирис поинтереснее так главное потом не забыть сходить сюда давайте друзья мои можно поставить что-нибудь защиты от молнии даже сет можно подобрать такой который бы защищал больше от молнии вот сет арториуса к сожалению для этого не подходит какой-нибудь сет легиона нежити подходит намного лучше и поэтому я поставлю сет легиона нежити очень тоже прикольный сет как можете видеть как раз вот плащ края плаща у него пропитаны бездной очень классно стильно смотрится а на щит я не буду менять пойдем с этим ну что ж ребят в бой чертова бабочка управляет этим чертовым доспехом драконоборца ну что ребята будем мне помогать да 42 урона не густо по сравнению с гундиром он намного медленней по крайней мере окон для атак намного больше и как вы видите он просто отвлекается на сирис и можно просто спамить и у него в руках в данный момент самое топовое наверное оружие вообще Dark Souls 3 если конечно его не понерфили с сирис там что-то колдует возможно лечение опс отходим здесь будет вторая фаза прилетят бабочки вообще как простой вариант если будете биться с ним один на один то есть вариант там есть фонтанчик и можно крутиться от него вокруг фонтанчика ну вот он меня догоняет и пробивает на второй фазе он поагрессивнее и снимает уже на порядок больше своим мачете сейчас прилетят бабочки и будут шпарить огнем да от моих помощников толку конечно не очень много один вред так как они им они этому доспеху прибавили на порядок жизни этот босс кстати может скинуть с моста он как раз сейчас разрушил перила так кто-то умер секс оу да эйган он больше танк поэтому он танкует там вижу если он позволяет пошла стрельба от этих чертов бабочек сейчас я покажу их может быть если камера мне позволит эйган ты там будешь атаковать или ты там так просто для массовки блин так нужно держаться подальше от крови балкона оу очень быстро атака щитом ни хрена не вижу эйган мать твою да оу что-то я такого даже не видел такого такого исполнения от этих бабочек пилигримов так нужно попить а то каждая атака может стать для меня таким образом смертельной да единственный толк от этих помощников это то что они могут отвлекать на себя атаку атак в плане урона это конечно вообще душа доспехов драконоборца очередная статуя я не знаю что лана зажигаем костер и на этом заканчиваем душа доспехов драконоборца одна из душ переполненных мощью доспехами драконоборца управляет бабочка пилигрим они давно потеряли своего хозяина но все еще помнят охоту и на этом я с вами прощаюсь всем до скорых встреч и пока пока